Светлана Назарова родилась в российском городе Балахна, Горьковской области. Сейчас Нижегородская. Через год её родители переехали в Казахстан и остались жить в Тимиртау. Здесь я выросла, здесь у меня родились два брата, здесь я вышла замуж, здесь я родила. Уже в детстве она мечтала управлять башенным краном и после школы, не раздумывая, поступила учиться на машиниста башенного крана. Но защитить диплом по этой специальности не смогла и получила диплом машиниста мостового крана. По совету знакомой Светлана решила устроиться в шлакоперерабатывающий цех предприятия. Устроилась сюда на работу в 19 лет, совсем молоденькая. Вот уже в этом году, в мае месяце 19 числа, ровно 41 год, как я здесь работаю, не уходя никуда, всё на одном месте. Единственное, что я меняла, бригады и краны, всё. С особой теплотой Светлана отзывается о коллегах, которые поддерживают её и во всём помогают. Коллектив вообще чудный, девчонки все весёлые. Сейчас, конечно, очень много молодых, очень много ушло людей на пенсию. Кто рассчитался, кто в другие цеха перешёл, а я вот верная такая, вот сижу на одном месте. Многолетний опыт и сноровка помогают справляться со всеми обязанностями и проблемами. Самое сложное было это привыкнуть к запарённости. Вот это самое сложное в нашей работе. А так, в принципе, работать можно. Отгрузил, перелопатил. Горячая зона у нас там, где сливают, нужно оттуда всё вытаскать. Успеть и отгрузить, и выгрузить. И вот так вот целую смену. В этом году за значимый вклад в развитие производства портрет Светланы Николаевны был размещен на доске почёта «Аллеи и Славы». Было приятно, но не ожидала, если честно. С утра бегу на работу, меня догоняет молодой парень. Спрашивает, ваша фамилия Назарова? Я говорю, да. А смотрю, незнакомый парень. Я говорю, откуда вы меня знаете? А я, говорит, вас на доске почёта видел. Вот вы мне больше всех понравились. Я говорю, ну спасибо. За столько лет, конечно, это у меня первая фотография на доске почёта. Конечно, приятно. Также стоит отметить, что несмотря на возраст, Светлана Назарова ведёт активный образ жизни и с лёгкостью совмещает работу и домашние дела. В выходные у меня я в основном занимаюсь с внуком. Иногда в кафе сходишь в какой-нибудь. В этом году, правда, я с внуком ездила в Египет. Решила путешествовать и внука взяла с собой. Потому что, в принципе, я без этого парня себе даже жизни не представляю. В завершение беседы Светлана Назарова пожелала своим коллегам здоровья и всех благ. И отметила, что главное в жизни – никогда не сдаваться. Осель Долюбаева, Андрей Обуховский, Владимир Курлаев. Новости Тимиртау.